Наступившая неделя выдастся особенно интересной для всех, кто неравнодушен к русской литературе. И, конечно, в первую очередь это касается жителей Приморской столицы. Так уже в четверг во Владивостоке стартует фестиваль «Литр-2018», целиком и полностью посвященный литературе и литераторам. Обсудили книжные тенденции, поэзию и грядущие события в мире чтива в эфире «Радио Лема» журналист Андрей Калачинский и литературный критик Александр Лобычев. И первый же вопрос – название. Чье авторство? Саша, я возмущен. Я считаю, что вот так обращаться с великой русской литературой, даже в ее постсоветском модернистском, в постмодернистском изводе, называть все это словом «Литр» – это кощунство, это издевательство, это вот сбросить всех наших богов литературных на землю и измазать их в грязи. Коллеги по ремеслу еще какое-то время давали советы организаторам и прослеживали тенденции. Выяснилось, что претенциозные названия для них – некая традиция. Сам Ркомитет Литра называется «Культбригада». И как недвусмысленно подметил гость эфира Александр Лобычев – «Где бригада, там элитр». Несмотря на солидарность с Андреем Калачинским, критик отметил большой и серьезный размах мероприятия. Стоит отметить, что в гостях фестиваля значатся видные фигуры из мира литературы, в том числе небезызвестный Сергей Лукьяненко, родоначальник целого направления дозоров, чистовиков и черновиков, по книгам которого снят не один блокбастер. Нет, это не фикция. Тем более, что приезжают действительно, вот ты перечислил, авторов, писателей, очень известных сейчас в стране. Это действительно яркие, интересные. Кроме этого можно вспомнить еще и Павла Басинского. Литературоведа. Замечательного критика, литературоведа, автора биографии о Толстом, «Изгнание из рая», совершенно замечательный писатель. Впрочем, предстоящий фестиваль «Искусство слова» актуален для приморской культурной жизни и презентации первого проекта Музея литературы Русского Востока. Так организаторы подчеркнули особую историческую и культурную роль дальневосточной литературы. К слову, первую выставку посвятят русским поэтам, жившим в Китае. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.